здравствуйте дорогие зрители мы продолжаем серию наших роликов об оружии для нас вообще-то тематика оружейная тематика это не самоцель основное чего мы хотим это показать нашим читателям что к хвалебным кодом особенно в российско-советской прессе нужно относиться критически оружие в данном случае только пример пример того как могут искажаться события результаты свойства и так далее и пример того что для того чтобы определить место какого-то оружия в истории нужно сравнивать его характеристики и характеристики других образцов но по крайней мере иметь представление об этих образцах глядя на историю в г-42 всегда вспоминаешь старый анекдот вот как российские оружейники говорят все что не пытаются сделать нового все равно а к получается вот я это хочу перефразировать и сказать так что смотришь на иностранные разработки да и все время спотыкаешься об этот самый а к но вопрос здесь возникает немножко не такой как вам сначала может показаться вопрос есть простой почему это так а приняли на вооружение мы несколько роликов уже сделали посвященных вопросу создания к и загадка создания к кто был покровителем калашникова кто толкал эту бездарь и почему был принят именно вот такой некачественный образец который не имел резервов для совершенствования и фактически почему конкурс был изменен под калашникова какова была роль хуга шмайсером об этом говорили в предыдущих роликах но сейчас накопились новые материалы и из этих пазлов складывается в общем то то же самая картина но несколько более удручающая поскольку к тому что мы имели может быть добавлен добавлен раздел который будет называться агония развития понимаете не хочется даже застревать на анализе автомата калашникова но все таки вопрос какие цели преследовались обеспечить армию качественным оружием которое надежно и способно на больших дистанциях в автоматическом режиме стоящего поражать противника да либо сделать из калашникова великого оружейника ну в общем этот вопрос остается открытым ну а мы идем идем пока дальше итак встречаете fg-42 вот она красавица немецкая автоматическая винтовка фальшим ягер гверд винтовка парашютистая версия 42 года выпускалась в двух модификациях основных длина ствола 500 миллиметров вес 5 килограмм ну некоторые расходятся эти говорят 505 есть данные 495 но это несущественно темп стрельбы 600 выстрелов в минуту магазинное питание сразу же обращает на себя внимание я об этом много писал в предыдущих роликах что ось канала ствола и приклад совмещены на одной линии затворная группа то же самое то есть от импульс опрокидывания отсутствует неотъемные сошки у этого образца регулятор газов которые работают на перезарядку оружия вот этот утяжелитель утяжелитель глушитель но мы подробнее как нему еще вернемся это непростая непростая вещица не просто так сюда поставлены выпущено всего 6200 вот этой последней модели которые вы видите на экране и первой модели было выпущено около 2000 единиц значит все характеристики 770 начальная скорость пули прицельная дальность километр максимальная то есть как мы говорим дальность действительно огня 500 метров и был даже образец который имел питание не коробчатым магазина ленточное питание почему это реально таки да вы убедитесь немножко позже то просто потому что луис штанга был вообще-то прославлен как изобретатель пулеметов оружейник пулеметчик толчок к созданию новой винтовки толчком послужила операция меркурий когда в мае 41 года 7 воздушно-десантная дивизия понесла очень большие потери и всего лишь через 11 месяцев вот тут опять спотыкаемся калашнику сколько его делали сколько его лизали сколько пытались его перекомпоновать но все равно как было значит некачественное оружие как она ими осталось и так вот как говорит задором в тупые немецкие генералы да так вот тупые немецкие генералы в кавычках тупые очень быстро поняли что десантникам нужно новое оружие в отличие от советских генералов которые гнали людей на убой эти быстренько решили переоснастить вот инициатором был курт штудент командующий воздушно-десантных войск он хотел чтобы то что получится то что чем вооружат десантников было ручным штуцером пистолетным пистолетом пулеметом винтовкой и ручным пулеметом то есть все свойства и чтоб весил не тяжелее чем маузер 98 то есть требования были настолько противоречащими что управление вооружением вермахта отказалась от работы и тогда управление вооружение люфтваффе началось этим заниматься самостоятельно дело в том что управление вооружение люфтваффе имела конструкторские и производственные мощности которые были завязаны на производство авиационных пулеметов то есть они не были так далеки от оружия может показаться сначала и вот за 11 месяцев луис штанге разработал представил на испытание вот эту винтовку fg 42 ну сам по себе луис штанга его жизненный путь он в 19 лет попал на фабрику дрейзы мы немножко остановимся кем был дрейза чуть позже а ей уже тогда руководил эрхард эрхард был сам оружейником и основал концерн рейн металл вот и так вот волею судеб случилось что его руководителем был сам луис шмайсер то есть это был отец хуга шмайсера и собственно говоря там драма достойная шекспира значит раньше до перехода в рейн металл шмайсер работал у теодора бергмана но сын бергмана теодор младший ухаживал за дочерью шмайсера луизой и когда теодор старший узнал об этом то он разразился грандиозный скандал бергман сказал что его сын не вы не женится на бедной и безродной девушки но луис шмайсер расторг договор с бергманом и уехал к эрхарду в рейн металл работу за время работы рейн металл сильно вырос то есть он брал на себя очень много военных заказов и успешно их решал и собственно говоря в 1917 году шмайсер умирает а луис штанга начинает уже работать самостоятельно две секунды по поводу дрейзе фамилия дрейзе всегда как бы ассоциируется с винтовкой которую называли игольчатка я немножко на этом остановлюсь потому что это вопрос принципиальные во многих подходах помните знаменитые высказывания пуля дура штык молодец так вот Герр Дрейзе эту поговорочку нивелировал. У него пуля умница получилась. Все из-за того, что он создал новый патрон, принципиально новый. Этот патрон не нужно было. В общем, он предполагал совершенно иной вариант использования. Сейчас объясню, в чем дело. Он представлял собой бумажный мешочек. Внизу был порох. Затем устанавливался пыш вместе с пулей. На дне этого пыжа находился капсуль с гримучей ртутью. Все это помещалось в казенную часть. После этого баёк в виде такой длинной иглы пробивал весь порох, накалывал капсуль и происходило воспламенение порохового состава. То есть, вы сами представляете себе, что это гораздо быстрее, чем набивать, засыпать порох в дуло, затем забивать пыж, затем забивать пулю и так далее. Но это имело еще одно отличие. Вот эта компоновка имела еще одно отличие от старого классического дульнозарядного процесса. Дело в том, что забил заряд я в пушку туго. Вот это выражение. В чем проблема? Всякий раз, когда вы забиваете туда пулю, то плотность забивки пыжа и плотность усадки пули зависит, вернее, влияет на то, какова будет величина давления при выстреле здесь, в этой точке. То есть, какое давление начнет пулю метать? Поскольку пуля, вот этот весь канал, имеет одинаковый диаметр, то, естественно, вы не можете какое-либо новшество реализовать. А что сделал товарищ Дрейзи? У него вот в этой части канал ствола в казенной части был немножко больше, а дальше, собственно, шел ствол с нарезами, он был немножко меньше по диаметру. То есть, отсюда вы могли вставить патрон, а уже когда происходило воспламенение порохового состава, вот эти газы, которые здесь образовывались, они давили на пулю. То есть, они что делали? Они ее вжимали в более узкую часть, которая содержала нарезы, и это позволяло в конечном итоге получить за пулей большее давление и, соответственно, потом обеспечить лучший разгон. Сейчас я продемонстрирую, как это было. То есть, диаметр ствола был меньше диаметра патронника. В гладкоствольных ружьях, которые заряжаются с дула, это, в общем-то, ну, не реализовывалось на тот момент. Да, было ружье-минье, где расклепывали немножко, опускали пулю легко, диаметра такого, который свободно проходил через ствол, а потом шомполом на специальном стержне, который был внизу в патроннике, эта пуля немножко раздавалась. Да, это был такой французский вариант. Но этот вариант позволял обеспечить гораздо большую скорострельность. Кстати, вот, известно было, что во время австро-прусской войны, то из своих игольчаток пруссаки за 20 минут перестреляли 6000 солдат. Вот, то есть, ну, как сказать, эффективность это было проверено в бою. Основное достижение, одинаковое сопротивление при входе пули в нарезы, одинаковое давление в момент вхождения пули в ствол, и, собственно говоря, одинаковая скорость пули. Это все давало высокую точность. Вот, смотрите, навряд ли вы, так сказать, задумывались над этим. Вот здесь голубенькая скорость пули, зелененькое давление, и это какое расстояние пуля прошла с момента, где она была в патроне. Это для винтовки М16, но принцип, в общем-то, реализуется практически на любом оружии. Значит, если давление не будет высоким на момент страгивания пули, то сама по себе пуля далеко не летит. Это вот одна из причин того, что перегретые стволы не могут стрелять, они недалеко метают пули. Они расширяются, перегретые стволы, и тогда пуля летит недалеко. То есть, смотрите, вот здесь показано, что пуля еще стоит, не тронулась, а давление уже, о, какое большое, так сказать, где-то на 80% уже от максимального давления. Затем пуля начинает входить в нарезы и медленно, так сказать, двигаться. Вот эта скорость маленькая, да? А тут давление уже достигает максимум. и далее давление будет падать, пуля начинает продвигаться и скорость возрастает. То есть, вот это, достичь вот этого давления, желательно максимального, на момент страгивания пули. Вот это реализовал Дрейзе. Ну, винтовочка у него была 5 килограмм 15 миллиметров калибр. Уже с нарезами, 4 правых нареза, 5 выстрелов в минуту. Это превосходные по тем временам характеристики. 300 метров в секунду и дальность стрельбы 600 метров. То есть, ну как, это конструкторское решение, воплощенное. Ну, далее уже там были появления гильз и так далее, и так далее, металлических. Это следующие шаги, но они были связаны именно с развитием металлообработки. А в целом вот эта идея, идея обеспечения большого давления на момент еще страгивания пулей, вот она давала качественный скачок в боевых свойствах оружия. Короче говоря, штанга варился среди хороших конструкторов. Вот здесь они все перечислены, кто что из них делал, но что я хочу сказать. Благодаря этому он, собственно, и рос. Концер металл к концу войны насчитывал 48 тысяч работников. То есть, у него численность персонала возросла за время войны в 6 раз. Ну и, собственно говоря, наличие вот таких квалифицированных коллег способствовало вот как раз изобретательской и конструкторской деятельности штанга. он не был жлобом в отличие от не будем показывать пальцем на Калашникова. Вот он передал свои патенты в собственность рейн металла и в общем он был невзирая на это достаточно зажиточным человеком, потому что концерн выплачивал всем как бы комиссионные. первая его разработка это пулемет М-19 еще в конце Первой мировой войны. Он выпускался этот пулемет серийно в Австрии. Они тогда вообще распихивали все свои производства по Швейцарии, по Австрии, по Испании. Образцы продавали в Европе, в Южной Америке, в Африке. Ну, собственно говоря, они считали, что производство это основа основа развития. 26-й год модернизация пулемета Дрейзе и он впоследствии вышел так сказать этот пулемет как под названием МГ-13. Вот этот пулемет, как видите его красота в таком аскетизме, то есть совершенно так сказать как бы простая и в то же время интересная по характеристикам конструкция. Значит, принцип работы отдача ствола и рычажное запирание, скорострельность 600 выстрелов в минуту, вот, прицельная дальность 2000 метров и дальность действительного огня была 1000 метров. Это очень хорошие характеристики. при том, что длина ствола 72 сантиметра 720 и собственно говоря он был прост. Прост и кстати имел коробочное питание. Я имею ввиду магазинное питание, не ленточное. Далее его работа над различным автоматическим оружием, то есть пулемет МГ-30. МГ-34 это следующий следующий его образец, который был принят на вооружение. Но мы мало знаем об авиационных пулеметах, которые Люфтвасс, МГ-15, МГ-17, вообще много было им сделано пулеметов. Но невзирая на то, что в 42-м году был принят пулемет МГ-42 это МГ-34. Хотя МГ-42 был принят на вооружение, тем не менее МГ-34 выпускался до конца войны. Характеристики МГ-34 12 килограмм массы, дальность действительного дня 600 метров, ленточное питание. Последняя его разработка это вот эта самая винтовка ФГ-42. Далее он был осужден. Два с половиной года был в лагере. Потом, когда умерла его жена, он переехал обратно в Тюрингию и там в поселке Хаслебен жил. Не желал участвовать в строительстве социалистической Германии. И второй раз женился и до самой смерти в 71 году он жил там. Вот перечень образцов, которые он сделал, кто их выпускал и в какие годы. Практически на всех самолетах Люфтваффе стояли его пулеметы. танковый пулемет MG29 это было из MG13 так сказать был сделан ну винтовка FG42 это конечно считается шедевром. Вообще четыре вещи MG13 пулемет MG30 MG34 и FG42 ну подходим так сказать дальше к образцу бросается необычным внешним видом магазин у него сбоку магазин на 20 патронов штык четырехгранный вот это сложенное состояние это в боевом положении пистолетная рукоятка небольшое цевьё складывающиеся прицельные приспособления неотъемные сошки неотъемные сошки я обращаю ваше внимание еще вот на это устройство его называют с одной стороны это как бы тормоз компенсатор дульный тормоз компенсатор на самом деле это все совсем не так просто я объясню в чем дело значит как я уже говорил ось канала ствола и вот эти механизмы перезарядки работают на той же на оси так же упирающейся в приклад поэтому нет опрокидывающего импульса в отличие от того же автомата Калашникова идем дальше вот вопрос вот этом компенсаторе дело в том что при стрельбе когда пуля начинает двигаться по стволу возникает вибрация ствола и в зависимости от того с какой скоростью пуля движет насколько воспроизводимы данные выстрела вообще этим занимается такая часть военной науки называется внутренняя баллистика что происходит со стволом и пули в момент когда еще горит порох пуля движется по стволу и так далее так вот происходят вот такие колебания и эти колебания идеальный вариант для выстрела когда пуля будет вылетать при нулевой фазе колебания ствола то есть в этом случае точность выстрела будет максимальной здесь много разных параметров которые на это влияют но один из этих параметров это масса то есть собственно говоря утяжеляя вот эту часть меняется вот это характер этой вибрации во многих случаях это эмпирически достигается но вот есть интересные данные что частота обработки обработки канала ствола может дать 20% повышения кучности но правильное соотношение длины ствола и массы то есть кучность будет на 40% лучше или наоборот если неправильное то на 40% хуже то есть как не обрабатывая ствол если вы не учитываете колебания ствола в ходе выстрела то вы кучность не получите так вот эта вещичка вот эта вот FG-42 она-то как раз стреляла очень точно но это внешний вид слева справа прицельные приспособления высокая стойка с винтовой шкалой то есть поворачиваю штангу стойки прицела и отметку дальности совмещает с риской на стойке значит это этот вариант назывался вот этот последний вариант более ровная рукоятка назывался FG-42 тип G а предыдущий был назывался FG-42 тип E это последняя модификация тип F имел в стандартной комплектации прицел GVZF4 и демпферное устройство оно было в прикладе снижало отдачу и служило буфером затворной рамы это позволяло повысить меткость стрельбы 8200 единиц всех типов было выпущено что я хотел особо отметить я хотел отметить что в адрес этой винтовки не сказано ни одного кривого слова от российских оружейников ни одного только так сказать превосходные превосходные интонации вот почему но это если вы начнете серьезно изучать такие наши автоматические винтовки АВС и СВТ если вы посмотрите характеристики автомата Калашникова то тогда у вас станет все на место об этом мы подробненько писали вот единственное говорят что слишком поздно поступило и потому не оказало никакого влияния на ход войны значит далее большая часть винтовок после войны выведена американцами немцами нашими оружейниками но во время войны в самом конце это винтовка выдавалась опытным бойцам силам спецназначения после войны да элементы ее конструкции наработки и концепции ее использованы и в Соединенных Штатах и в Великобритании в Чехии и Швейцарии на основе этого решения разрабатывались прототипы штурмовых винтовок но часть идей конечно как всегда Советский Союз правда не особенно удачно реализовал в своих значит что еще интересно когда в 58 году возник вопрос о том что необходимо Бундесфер обеспечить единым образцом пехотного оружия взамен вот большого числа разных винтовок то Рейн Метал как раз занялся вот созданием нового комплекта чертежей винтовки что самое интересное в Германии не осталось ни одного комплекта чертежей вывозили все полностью вот и для нового комплекта образцом стал образец под номером 0199 который взяли у голландского коллекционера то есть его обмерили и создали комплект чертежей производственных да но на вооружение его не приняли хотя в гражданское гражданское пользование оно поступило это было связано с тем что американцы навязывали свой патрон как единый патрон на 762 на 51 навязывали всем странам НАТО значит характеристики какие эпитеты для нее отличалась универсальностью достаточной степени надежной то есть была надежной точной и эффективной вот кстати мелкий такой вот штрих если кому будет интересно вот это вот выступ такой да сделан для того чтобы гильза которая извлекается не попадала в лицо если стреляют с левого плеча то есть если лицо находится с этой стороны с этой стороны от приклада то чтобы гильза не попадала в лицо такой отражатель придуман вот теоптринный прицел видите вот все отмечают что эта винтовка не имеет совершенно революционной конструкции но все отмечают что штанге удалось реализовать невыполнимую задачу в этом оружии он объединил ручной пулемет и пистолет пулемет длина и масса не превышают штурмовой винтовки обеспечивает точный эффективный огонь на больших и малых дистанциях высокая эффективность огня маневренность и компактность ну единственная гадость которую кто-то может сказать что она была сложной дорогой в производстве вместе и так далее и так далее ну каким был автомат Калашникова мы говорили что он был вроде бы не сложным но если почитать то что известно о его производстве может быть лучше было взять вот такое сложное вопрос все время ходит вокруг это внешний вид различных деталей вот да сравнение этой винтовки и с МГ-34 то есть у МГ-34 дальность действительно огня 600 у нее 500 масса там 13 здесь 5 килограмм представляете себе да там прицельная дальность 2000 метров а здесь 1000 но это с оптикой понимаете разность в скорости УМГ даже скорость пули ниже скорость полета пули ниже чем у этой винтовки в общем очень очень интересный образец о это наша винтовочка да СВТ что тут ну понимаете это если упереться в набор проблем вот эта винтовочка гораздо большая по размерам а дальность лечительного огня у нее всего лишь 400 метров у той которая меньше 500 вот ну и радиус рассеивания на 100 метров автоматическим огнем составлял 1 метр вот теперь и думайте говорят кто с кем будет тягаться ну вот вам пожалуйста сравнительное положение вот это я отметил вот разными цветами это длину прицельной линии видите у этой винтовки она самая короткая эта винтовка самая компактная это гарант это наша но тем не менее по характеристикам она вот эту длинную винтовку превосходит в том числе и по точности стрельбы вот эта же винтовка лежит в одном ряду с современными хекклер и кухами которые стоят на вооружении вот сравнение со штурмгюеров понимаете вот когда она стоит на сошках вам почему-то всегда кажется но она похожа на пулемет да и вам кажется что она такой же размер имеет как пулемет на самом деле нет она очень компактненько она даже я бы сказал производит вид игрушечный вот пожалуйста сравнение с автоматом калашникова здесь вот скс автомат калашникова и фг-42 разница в эффективности фг-42 автомата калашникова ну это небо и земля понимает без всякого кокетства вот образец оптикой на сошках то есть стреляете на большую дальность пожалуйста обязательно сошки вот мы разбирали путь штанги да как много он сделал полезных образцов которые использовали да ну вот калашников непонятные эскизы не мог объяснить даже жене чертежнику по специальности что он хочет на черте 7 классов церковно-приходской школы правда в 6 он не ходил потому что там не было то есть не умел чертить как конструктор это и тот кто создавал автомат 2 это Зайцев это отмечал вторую автор второй версии автомата калашникова за него выполняли всю работу целое стадо майоров подполковников инженеров конструкторов и почему он был скажем считался главным в этом стаде это вообще загадка то есть загадка которую я считаю российские исследователи должны раскопать но это им будет полезнее значит в своих мемуарах вот я особо хочу отметить он никогда не писал ни об одном случае работы над узлом ничего не писал целая куча нарушений в ходе было работы ему спускали перекомпоновки оружия отсеивали конкурентов из-за технологии то есть фрезеровки запреты но как только Калашников победил запреты были сняты блокировали доработки конкурентам особого условия проведения конкурса это мы рассказывали в своих роликах сменяли конкурсную комиссию для победы Калашникова то есть снимали генерал-майор с должности председателя комиссии и всю комиссию там оставалось один-два человека то есть много очень странных вещей но конечный вопрос конечный вопрос когда председателя комиссии испытательной Лютова Василий сейчас спросили удовлетворяет ли автомат Калашника тактико-техническим требованиям Лютов ответил не удовлетворяет покучностью Б при автоматическом огне и так далее а в то же время 42-й год пожалуйста отмечено безотказное функционирование незначительная отдача и так далее при одиночной непрерывной стрельбе то есть совершенно эффективно тогда у меня возникает отсюда вопрос что нужно было СССР надежное точное дальнобойное оружие или Калашников как великий оружейник это непонятно тут претензии не столько к тому что говорят что Калашников там что-то у Хуга скопировал и так далее у меня претензии к тому что он не скопировал он ни у штанги не скопировал ни у Шмайсера не скопировал понимаете в результате получилось вот это самое что называется автомат Калашникова ну сейчас пойдет ролик просмотрим он будет связан непосредственно со стрельбой практической стрельбой а потом продолжим и так стрелок регулирует длину ремня это называется неустойчивое положение вот так вот сидя то есть подбрасывания оружия нет и такой вот супер сильной отдачи тоже мы не наблюдаем останавливаем переходим к стрельбе лежа смотрим стрельба режа то есть все сделано очень грамотно все детали поршневой группы находятся под стволом поэтому при выстреле возникает момент который как бы прижимает ствол насошки соответственно нет вот этого подброса и точность наводки сбивает в наименьшей степени достаточно высоко расположены прицельные приспособления поэтому стрелок не испытывает такого большого неудобства ну вот собственно это то что я хотел вам показать в особенностях стрельбы вы найдете целую кучу роликов современные американские любители пострелять как они стреляют СФГ-42 ну все в общем-то удивлены ее высокими характеристиками как я уже говорил после войны многие страны изучали немецкие образцы и вот что интересно американцы вот как раз на основе МГ-42 и ФГ-42 начали разрабатывать пулемет в 46 году он назывался Т-44 вот вся работа автоматики была копирована с ФГ-42 нижнее расположение поршня поворотный затвор вот механизм подачи ленты скопирован с МГ-42 МГ-42 вот и собственно говоря лентопротяжный механизм левая сторона ну собственно говоря ФГ-42 он разрабатывался конструктором пулеметчиков поэтому переделать его под пулемет как вы сами понимаете не представляло глобальной проблемы тем более что существовал образец ленточным питанием 2013 год в наши дни значит компания СМГ Ганс наладила выпуск реплики полуавтоматическая реплика которая последнюю версию ФГ-42 копирует вот делается все с нуля и что показательно как говорят называется не сыпь не соль на сахар отдача при стрельбе сравнима со штурмовыми винтовками и карабинами на базе АК под патрон 7,62х39 хотя используются патроны 7,92х57 понимаете и не трясет и эффективно и так далее такое делает возможным эффективный дульный тормоз линейная компоновка буфер отдача вот вам пожалуйста кстати будет вам наверное интересно знать что эта винтовка имеет крепление под оптический прицел выполнена с отличным качеством с качеством изготовления подгонки обработки поверхности все это все это шикарно информация вам к размышлению цена этой винтовки в США составляет 5000 долларов 5000 долларов значит в то же время АК скажем сербской сербского выпуска хорошо вылизанный хорошо подогнанный и так далее стоит всего лишь 800 долларов не у арабов там где-то можно и за 50 его найти но это неофициально это как говорят совсем не то речь о чем идет производитель и продавец то есть высококачественное оружие продают по высокой цене но вы понимаете что высококачественное это не только качество воронения это работа механизма так вот в 6,5 раз оценивается FG-42 выше чем автомат калашников вот так и рассказывать что калашников это супер пупер это в общем-то смешно так что мы видели еще раз мы видели что нет броска вверх при стрельбе автоматический огонь то же самое упор на сошки более точно это без кокетства четкие тактические установки как и в случае штурм ГВР 44 немецкие генералы давали ну абсолютно четкие абсолютно правильно в отличие от того что мы имели даже во времена СССР по поводу автомата калашникова и наших нормативов по стрельбе значит пулемет на основе в основе которого лежат разгработки штанги ФГ-42 был принят на вооружение армии США в 1957 году под обозначением М-60 узнаете да ну вот для так сказать большего впечатления вот это М-60 вверху ФГ внизу здесь наоборот ФГ вверху М-60 внизу то есть вид слева вид справа это уже как говорят завершающие завершающие обзоры вот вот глядя на него так и хочется сказать что все веки да все должно быть прекрасно и лицо и костюм и галстук бабочка и автоматическая винтовка которую он разработал это заключительный фактический слайд резюме да автоматическая винтовка ФГ-42 универсальность надежность точность стрельбы эффективность огня главное преимущество высокой эффективности вот но тут понимаете это как говорят воскрешает новый вопрос какого черта был принят на вооружение автомат Калашникова который не обладал кучностью не обладал надежностью и в общем-то эффективностью то же самое кто толкал Калашникова и почему это его продукт приняли на вооружение срок разработки ФГ-42 напоминаю один год меньше года даже 11 месяцев но по Калашникову огонь продолжалась лет наверное 15-20 и толком она не закончилась то есть они не достигли не доработали не довели оружие до нужных характеристик за это все заплачено заплачено кровью кровью молодых парней в разных горячих точках это очень грустно понимаете отвечает за это и тот кто это дело выдал кто это сделал и тот кто это дело принимал на вооружение а я еще хотел завершить американцы очень гордятся своей винтовкой автоматической винтовкой браунинг это бар браунинг автоматик райфл она времена второй мировой войны широко использовалась и пулеметчиком с бар был сын браунинга и он погиб на фронте но это была очень мощная под большой патрон винтовочный оружие вот и американцы очень как бы уважают этот образец то есть для них он скажем так как святое и вот что интересно FG-42 они сравнивают с баром то есть они считают что да FG-42 это бар только немецкий то есть это если хотите признание великолепия этого образца после 90-х годов России появилась россыпь образцов но эти образцы у меня вот так вот складывается что они просто скопированы из американских журналов для технического творчества подростков либо просто украденные как всегда но вот основная основная тенденция идти по наиболее легкому пути не всегда российская инженерная мысль в состоянии довести образец до ума они теряют обычно один-два элемента и конструкция даже становится непригодной для совершенствования собственно говоря вот российская оружейная тематика это как пример отсутствия анализа плюс колоссальный сампиар плюс руки не оттуда вот в общем-то понять роль и место образцов можно только сравнивая их друг с другом ну на этом у меня все большое спасибо за внимание до свидания свидания Продолжение следует...